Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Любовь Мишакова. В ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Смотрите в информационном выпуске. Быть очень осторожным. Лед замежает неравномерно. Еженедельное совещание у главы муниципального образования. Цифровое телевидение представляет. Новые каналы для абонентов кабельной сети. Приятного просмотра. Сол за сигарет, но не сделаем. Выявлен факт реализации контрафактной продукции. О, братка, молодца! Итоги экологической квест-игры. А теперь об этих и других событиях подробнее. Опыт Смоленской области в сфере поддержки малого и среднего бизнеса отметили на последнем заседании Президиума Госсовета. Практика Смоленского региона была использована при подготовке 12 целевых моделей для создания благоприятного инвест-климата, внедрение которых позволит повысить привлекательность российских регионов для потенциальных инвесторов. Представленные целевые модели были одобрены президентом России. Губернатор Смоленской области Алексей Островский встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Польши в России Владимир Жеморчиняком, который совсем недавно вручил верительные грамоты президенту России. В ходе рабочей встречи стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах, а также взаимодействие в экономических вопросах. На плановом оперативном совещании заместитель главы Десногорска Сергей Тощев подвёл итоги минувшей недели и определил задачи на текущую. Глава Вячеслав Седунков в этот день находился в Смоленске по рабочим вопросам. На заседании областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений были подведены итоги и утверждены победители регионального конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в 2016 году. По номинации за сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы первое место заняло акционерное общество «Атомтранс» директор Михаил Лосенко. А в номинации «Малые организации высокой социальной эффективности» также первое место присуждено муниципальному бюджетному учреждению служба благоустройства директор Андрей Олейников. По приказу Министерства образования и науки 7 декабря выпускники 11 классов будут писать итоговое сочинение, без сдачи которого они не допускаются к госэкзаменам. Сейчас идет подготовка к этому сочинению. Вся информация будет размещена на сайтах школ. Хотелось бы, чтобы и родители, и дети серьезно подошли к данному первому испытанию. Хотелось бы обратиться еще к выпускникам прошлых лет. Они имеют право тоже сдавать сочинение. И комитет по образованию – это то место, где можно заявление подать на сдачу этого сочинения. Члены комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Десногорска успешно прошли дистанционное обучение. «Все получили положительные оценки. Отмечена наша хорошая подготовка. 20 ноября на ФОКе стартует чемпионат города по мини-футболу, за победу в котором будут бороться 8 команд». Сегодня общественная палата провела нулевые чтения по проекту бюджета 2017 года. А завтра состоятся слушания в областной думе. Так, главный финансовый документ области пройдет все круги общественного контроля. Руководство региона намерено сохранить имеющиеся льготы, а социальная поддержка будет носить целевой характер. Расходы на содержание чиновничьего аппарата сократятся на 8%. На Смоленщину не пустили 500 килограммов говядины. Инспекторы Россельхознадзора при проверке груза из Беларуси выявили ряд нарушений. Как сообщает пресс-служба ведомства, у перевозчиков отсутствовали необходимые сопроводительные документы. На продукции не было клейм. Груз ввозился с нарушением температурного режима в машине без холодильной установки. Небезопасная продукция возвращена отправителю. Теперь для абонентов кабельной сети телерадиовещательной компании Десна ТВ доступны 4 новых канала. Подробности в нашем сюжете. Пакет транслируемых каналов увеличился с 10 ноября. Теперь у десногорцев есть возможность смотреть детский канал мультфильмов «Тлум» и «Первый HD», которые идут в формате высокого качества. Эти оба канала можно настроить на частоте 266 МГц. Ну, а скорость потока и модуляция соответствуют тем, какие были на всех остальных каналах. Телеканал «История» дополняет познавательную линейку каналов цифрового телевидения, куда уже входят «Моя планета» и «Наука 2.0». И четвертый новый канал «НСТ» – «Настоящее страшное телевидение». Это собрание лучших фильмов и сериалов, созданных в жанре хоррора, мистики и триллера. Эти два канала вы можете настроить на частоте 314 МГц, ну и, соответственно, скорость потока 69-31 и модуляция 64. Если вдруг у вас возникнет проблема с настройкой этих каналов, вы можете позвонить по телефону 7-2-2-0-1, где вам дадут исчерпывающую информацию, либо пришлют вам специалиста для помощи в настройке канала. Руководство телекомпании «Десна-ТВ» и дальше будет стараться удовлетворить разнообразные интересы зрителей Десногорска. На Смоленщине стартовал месячник безопасности на водных объектах, который продлится до 14 декабря. Данная работа актуальна именно в этот период, так как на водоемах области началось активное ледообразование. И сейчас очень важно напомнить жителям основные правила безопасности. Уважаемые десногорцы, помните, первый лед коварен, и выход на него категорически запрещен. В интернете появилось видео дорожного инцидента в самом центре Смоленска. Водитель внедорожника подрезал двигавшуюся в попутном направлении малолитражку. Рассерженный мужчина, машина которого в результате опасного маневра едва не оказалась на встречной полосе, перекрыл дорогу и предпринял попытку разобраться с обидчиком. А когда понял, что водитель джипа салон своего автомобиля покидать не намерен, метнул ему в лобовое стекло пластмассовый разделительный столб. В ходе проверок в торговых павильонах и транспортном средстве, принадлежащих одному из индивидуальных предпринимателей Смоленска, сотрудниками полиции было изъято более ста коробок табачной продукции различных марок. Почему? Расскажем прямо сейчас. Уроженец Смоленского района, 88-го года рождения, для личной наживы при осуществлении розничной реализации табачной продукции населению города Смоленска в своих торговых павильонах незаконно хранил и сбывал контрафактную табачную продукцию с обозначением чужих товарных знаков. Также при расследовании было выявлено, что специальные марки Российской Федерации «Табачная продукция» не соответствуют качеству воспроизводства полиграфических реквизитов госзнаков. В отношении обвиняемого возбуждено два уголовных дела по статьям Уголовного кодекса незаконное использование средств индивидуализации товаров и изготовление избыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия, либо их использования. Сумма ущерба правообладателям товарных знаков составила около 450 тысяч рублей. За это подозреваемому грозит лишение свободы сроком на пять лет. Смоленский авиационный завод отметил 90-летие. За это время он стал одним из промышленных флагманов нашего региона и неотъемлемой частью истории страны. Сейчас портфель заказов уже полон. Предполагается стопроцентная загрузка всего коллектива и оборудования. Ведь Минобороны приняла решение о выпуске в Смоленске учебно-тренировочного самолета СР-10. Его примут на вооружение Военно-космические силы России для базовой подготовки летчиков к полетам на реактивных машинах. Торжественное награждение лауреатов муниципальных этапов Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям» прошло 9 ноября в конференц-зале инженерного корпуса Государственной Третьяковской галереи. Лауреатам, а среди них были и Десногорки, Татьяна Сидельникова, София Петрова и Яна Залевская, вручили ценные призы – айпады и айфоны. 9 ноября в Десногорске стартовал новый проект «Дома творчества», который одержал победу в конкурсе Госкорпорации «Росатом». Принять участие в экологической квест-игре «В поисках энергии будущего» подали заявку семь команд из образовательных учреждений нашего города, Рославля и Рославского района. По итогам заочного этапа были отобраны пять лучших команд-участниц. 15 ноября они боролись за право называться самыми эрудированными в области экологии и атомной энергетики. О том, как это было – в нашем сюжете. В игре принимали участие две команды из Десногорской школы номер 4, одна команда из третьей школы, сборная команда «Дома творчества» и команда гостей из Хорошевской средней школы Рославского района. В первой половине дня ребята выполняли маршрутные задания, в которые вошли соцопрос жителей города, участие в викторине, ответы на вопросы из истории строительства Смоленской АЭС и Десногорска, разгадывание ребусов и кроссвордов, а также ориентирование. За каждое выполненное задание участники получали баллы. Со всеми заданиями команды справились достойно. На Десногорском квесте мне тоже достаточно понравилось. Тут все так интересно, что-то новое для себя узнали. Ну, например, что новое? Ну, мы узнали много фактов о Чернобыльской АЭС, мы узнали много фактов о Десногорской АЭС. У нас хорошая команда, мы всегда все делаем вместе, и поэтому каждый член нашей команды сделал что-то хорошее для игры. Во второй половине дня команды, предварительно подготовившись, защитили презентацию по событиям своего утреннего путешествия и представили эссе об энергии будущего. Работу ребят оценивала жюри. В работах ребят прежде всего отметила творчество, творческий подход, командность и то, что у них горят глаза, то есть энергия в них фактически. Это энергия нашего будущего. После подсчетов и подведения итогов, первое место в межрегиональной экологической квест-игре заняла команда Дома творчества «Энерджи». Второе место – команда третьей школы нашего города. На третьем месте оказалась по баллам команда гостей из Росландского района деревни Хорошова, а четвертое и пятое место у команд четвертой школы. Все команды за участие получили почетные грамоты и призы от госкорпорации «Росатом». 1 декабря в медсанчасти 135 пройдет акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Она призвана обратить внимание десногорцев на необходимость тестирования на ВИЧ, знание своего ВИЧ-статуса и повышение осведомленности по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Также с утра в этот день можно бесплатно и анонимно пройти обследование на ВИЧ и получить консультацию врача-инфекциониста. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин